Шок и трепет на Каннском фестивале. Причем такую реакцию звездных гостей вызвал вовсе не остросюжетный боевик или триллер, а бомба. Точнее сообщение о минировании кинозала. Чем все закончилось? Алексей Пшемызкий. Инцидент произошел вчера вечером. В преддверии пресс-показа киноленты «Молодой Гадар» Мишеля Хазанавичуса, неизвестный, позвонил в полицию, сообщив, что в кинозале заложена бомба. Вскоре стражи порядка обнаружили у входа брошенную сумку. Людей моментально начали эвакуировать. Нам пришлось очень долго ждать. Только потом нам сказали, что кто-то оставил сумку внутри, и ее проверяли полицейские и саперы. Нам сказали немедленно покинуть здание. Однако обошлось без паники. Конечно, все старались выйти поскорее, но по головам не бежали. Залп Дебюсси, где был запланирован показ, зацепили полицейские, а на крышах соседних зданий появились снайперы. Гостям пришлось около получаса ожидать на улице, не понимая, что происходит. Есть такая система, называется громкоговоритель. Она недорогая. Все, что администрации фестиваля нужно было сделать, это купить пару таких систем или взять на прокат. И спокойно все объяснить людям, чтобы никто не толкался, не паниковал и знал, что происходит. Бомбу таки не нашли. Людям разрешили вернуться. А показ начался с 40-минутным опозданием. Безопасность гостей – главная забота организаторов юбилейного 70-го Каннского фестиваля. Франция до сих пор живет в условиях чрезвычайного положения. В Каннах дежурят тысячи полицейских. После прошлогоднего теракта в Ницце пешеходные зоны здесь оградили бетонными блоками, а на улицах поставили более полутысячи камер наблюдения. Угроза терактов отразилась и на самом фестивале. В этом году, по словам критиков, на Лазурное побережье приехало рекордно малое количество кинозвезд. Среди тех, кто не побоялся – Уилл Смит, Николь Кидман, Моника Белуччи, Марион Котияр. А жюри в этом году возглавляет известный режиссер Педро Альмадовар. В основном конкурсе на 70-м Каннском фестивале представлены 80 кинолент. В том числе и фильм «Кроткое» украинского режиссера Сергея Лозницы. Алексей Пшемыский, Иван Ермаков. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер».